В спортивном комплексе ДК Туаза состоялся открытый турнир по дартсу среди работников Тольятти Азота. Ежегодные соревнования стали первыми в новом году и открыли серию турниров, которые проводит профсоюзный комитет химического предприятия. Дартс – это одна из нашей обязательной физкультурной дисциплины. Мы выявляем лучшего, в том числе и для того, чтобы потом наши представители участвовали в областных спортивных турнирах. Дартс традиционно очень любим нашими работниками. К сожалению, надо признать, что сейчас наши планы корректировки внеса омикрон, очередная волна коронавируса. Очень многие не смогли прийти по причине плохого самочувствия. Мы крайне внимательно, крайне строго относимся к мер безопасности в этот сложный период наших работников. Организаторы подготовили для соревнований три игровых поля. На первом стенде спортсменам предложили кидать по системе часы, традиционные для турнира по дартсу. В игре 501 необходимо было набрать именно такое количество очков. Мишень по системе пятерки предлагала засчитывать очки, если только результат трех бросков делился на пять, а окончательная сумма в итоге должна составить 51. По условиям турнира победитель определялся в каждой из номинаций и в общем зачете многоборья. Первой закрылась мишень в игре пятерки. Определился лидер турнира, известный спортсмен завода, водитель спецмашины Олег Шейн из 35-го цеха. Олег Анатольевич накануне отметил день рождения и был самым возрастным игроком турнира, но в то же время и самым опытным. Много тренировался и приобрел специальные дротики. Усиленная подготовка себя оправдала. Оставшиеся мишени тоже покорились точным броскам Шейна. После подсчета баллов за три игры в многоборе бронза оказалась у Александра Ведяйкина из 87-го цеха. Второе место у Сергея Михатова, представителя пожарной части. Абсолютным победителем турнира по дартсу стал Олег Шейн. Самые сложные почему-то часы. Они всегда самые сложные. Я еще раньше, когда был только часы, дартс устраивали, там еще в подвале. Всегда почему-то это самое трудное. Дома легко попадаешь, а на соревнованиях вот этот соревновательный мандраж, он как-то мешает. Никакие вирусы и простуды не могут сломить спортивный дух туазовцев. На вызов эпидемии мы ответим боевым настроем и стремлением к здоровой, активной жизни.